Уже в ноябре в Владивостоке начнут работать паркоматы и первая очередь проект оплатных парковок. Об этом рассказали представители цифрового Приморья на брифинге, организованном городской администрацией по самой животрепещущей теме в столице Приморья. У нас 30 сервисов в рамках конституционного соглашения делается. Что такое сервисы? Это суммарно 12 тысяч единиц оборудования, которые мы поставляем. Это 30 информационных систем, это очень много всего, что касается разработки, всякие знаки, бумаги, наклейки, машины, люди, обучение, все это вместе. Все это делается без привлечения бюджетных средств. Мы это все делаем за свои деньги. Общий объем финансирования 5,27 миллиарда рублей. Всего в городе будет более 3000 парковочных мест. Тарифы уже утвердили. Парковка легкового авто стоит от 35 до 100 рублей в час в зависимости от улицы. Нужно иметь в виду, что паркомат принимает карты. Наличкой можно будет расплатиться только на парковках около здания правительства края и на месте бывшего троллейбусного кольца на Уткинской. Контролировать оплату парковки будут сотрудники компании. Четыре паркрайта на четырех машинах. Десять паркнетов – это планшеты. Но все это постепенно. То есть машины все запустятся сразу, а пешеходники – пешеходы в зависимости от того, как будут открываться парковки. Пока только девять улиц и две плоскостные. Ну, закрытого типа. Отметим, что 85% платежей будут идти компании, 15% – в городской бюджет. Штрафовать контролеры никого не будут. Для этого у них нет полномочий. Они лишь будут передавать информацию в систему цифрового приморья, которая уже есть в доступе у мэрии, ГИБДД, МВД и ФСБ. Если есть какой-то исключительный случай, есть административные комиссии. Придите туда, объясните ситуацию. Там работают ваши сограждане, жители такого же города. Они также паркуются. Объясните ситуацию. Не мы штрафы выписываем. Поймите правильно. Мы не можем не зафиксировать. Это происходит в автоматическом режиме. Едет машина, ни водитель не участвует, никто. Она камера смотрит, она проехала, она отсняла. Больше ничего. Дальше решение принимает админкомиссия. По словам Станислава Журавлева, в девяти пилотных участках, которые запустят 25 ноября, резидентских зон не будет. В будущем оформить такие разрешения на стоянку местные жители смогут через госуслуги, МФЦ или через единое окно в мэрии. Также с внедрением платных парковок будут действовать льготы для тех, кому они полагаются. Инвалиды, многодетные семьи, ветераны ВОВ и так далее. Чтобы получить разрешение на бесплатную парковку, нужно будет подавать заответствующее заявление в мэрию. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.